У этого объекта на Виноградной изначально всё пошло не по плану. По проекту он должен был быть 16-этажкой с 56-ю квартирами. В итоге их 168. Но права собственности на эти квадратные метры дольщики ещё не получили. Период ожидания длится более пяти лет. В надежде на передачу имущества от застройщика, граждане создали товарищество собственников недвижимости. Но ни объект, ни землю их кооператив пока не получил. Вопрос признания прав собственности тормозят и параллельные судебные разбирательства. Несколько дольщиков Садкоинвест решили расторгнуть договор долевого участия и требуют возврата денег. Представитель компании-застройщика пока просто судится с кредиторами. Теперь вы рассказываете нам, что у вас проблемы. А не хотите, чтобы вами занялись правоохранительные органы? Вы почему мошенническим путём поменяли проект? Почему людей обманули? Они же смотрели и покупали квартиру в 56-ти квартирном жилом доме. Почему вы построили больше? Обращайтесь в прокуратуру, пишите заявление на мошеннические действия. Потому что, ну по крайней мере, вот он сидит, машет и врёт же, понимаете. Он ни одного, проходит время, ни одного действия не сделано. Взялись, деньги собрались с людей, будьте добры, доделай. Что вы сделали за это время? Где проект котельной? Вы замазывали глаза людям. Сети у вас не готовы, самое главное. Ни газовой котельной, ни тех условий от водоканала и электросетей застройщики ещё не получили. Вмешаться в решение вопроса решила администрация города. На встречу, как и с другими обманутыми дольщиками, глава курорта пригласил руководителей ресурсоснабжающих организаций. Коммунальщики готовы пойти навстречу гражданам и по возможности удешевить производство необходимых работ. К слову, водоканал готов построить канализацию и два водопровода в рассрочку. Остальные предприятия жизнеобеспечения также в ожидании обращений на технические присоединения. Именно вот эта встреча прояснила ситуацию полностью по нашему объекту. Мы не знали, что договор с электроснабжающей организацией не заключён, с водоканалом тоже не заключён. И вот что у нас такая сложная ситуация. В принципе, нас застройщик говорит, что у нас, в принципе, всё в порядке. Конечно, надежда затеплилась, потому что администрация, я вижу, что она идёт нам на встречу, согласна помочь. Потому что у нас сейчас самое главное – получить собственность и подключить, естественно, коммуникации. Самое лучшее – нам напрямую работать с сетевиками. Хотела уже побывать на таком совещании уже давно. Я очень довольна результатами, хотя, собственно, результата окончательного ещё нет, хотя бы он промежуточный. И это уже очень хорошо. И это позволит подгонять нашего застройщика. Нам будет легче разговаривать с застройщиком, потому что до этого времени он нас фактически обманывал. Теперь решение вопроса зависит от представителя компании-застройщика. Очередная встреча назначена на 24 августа. Галина Моисеева, Инга Габешия, Михаил Дубинин, Алексей Давыдов. Телекомпания «ФКТ».